Всем привет! Продолжаем спать обзоры напитки и спортивное питание. И вновь у нас тубрика хинкали. Хинкали, вот такие вот хинкали, скажу сразу, необычные формы, уже видны изначально, и вопрос остается таким. Ну это что-то типа смесь, на мой взгляд, между пельменями и хинкалями. Ну да ладно, давайте разбираться. Вот такая у нас упаковка, здесь один килограмм написано, масса ровно. Цель, значит, приобретена была в магазине лента, в магазине лента по цене 365 рублей, без всяких скидок по карте лента, 365 рублей. Ну такая цена средняя, чуть выше среднего, вот не самые дорогие, например, кафе хинкальный 500 рублей стоит, ну там хинкали уровень, да. Но, в общем, нечто среднее. Ну что ж, давайте разбираться. Во-первых, обратите внимание на дизайн. Дизайн очень красивый. Великосочный хинкали сибирский гурман. Сибирский гурман давний бренд, производит полуфабрикаты, там и блины, и все остальное, замороженное, да. Честно, один килограмм, без сольги, мой ясно. Вот. Ну что, дизайн, упаковка красивый, зелененький, яркий. Альбовый, упаковка прозрачная, да, видно. Пока не думает у нас, давайте посмотрим. Особая лепка для самых сочных хинкали. Хинкальная технология сохранения сочности была разработана еще в 2007 году. Хинкали великосочный, полуфабрикат в тесте категории В. Третья категория В. Состав у нас ходит мука высшего сорта, говядина, лук, свинина, шпик, куриное яйцо, масло сливочное, соль, пшеничная клетчатка, масло подсолнечное рафинированное, укроп, петрушка, черный перец. Ну, нормальный состав. По белкам жирного грамма следующая. На 100 грамм продукта, средняя назначение 9 грамм белков, 11 грамм жиров, 26 грамм углеводов. 230 ккал, ну, средняя калорийность. Изготовлено у нас все это мероприятие. Изготовлено у нас это все дело в Новосибирской области, поселок Красный Восток. Способ приготовления у нас написано варить их 7-10 минут до полной готовности в кипящей воде, да? Ну, как-то вот так. И тут написано красивая картинка. На 15 грамм больше говядины, по сравнению с предыдущей рецептуры. Отбор на говядину, больше зеленой специй, дегустрационный контроль каждой партии. Ну, что ж, интересно. Пробовать, но перед тем, как их пробовать, давайте посмотрим, кто пишут люди отзывы. Посмотрим отзывы, это уже не лента, да? Значит, смотрите. 27 отзывов, довольно их много. Лала. Самые вкусные кинкали на свете, мигалака, наверное, мало чего-то пробовал в жизни. Ольга. Очень вкусные. Игорек. Когда-то давно и раньше были нормы. Сейчас тесто больше, чем мясо в два раза. Не советую. Игорек, Ларек, привет. Натаха. Вкусные, не развариваются. Сок внутри, пельмени этой марки не очень, а вот кинкали постоянно берет. Мешание, мешок. Всегда относились к фабричным пельменям очень настороженно. Никогда не покупали. А тут, как-то, 8-21 года, честно случайно не устал перед акцией. Думаю, дай попробую. В общем, понравились всем домашним. Действительно, как в рекламе. Бульон внутри, тесто не тонкое, но они толстые. А главное, очень вкусно. После того, как он несколько раз специально покупал. Я что ты говоришь, диджей Миша? Виталяна, хорошие хинкали, вкусные. Натаха, вначале очень нравились. Но, увы, с каждым разом все хуже и хуже. Убовь, Любахов. Просто гадость. Размер хинкали 5 сантиметров. Тесто жесткое, противное, толстое. Это сварили. Ну, запах вроде неплохой. Ну, так они выглядят, конечно, на кладбище хинкали. Они, мягко говоря, не похожи. Вообще. Вот. Ну, вроде не разварились. Варили мы их 9 минут. Рекомендация 7-10. Вот. Ну, вроде. Уже что-то у них есть. Давайте пробовать. Ну что, поехали. Ну, как это все напротив выглядит. Толстое тесто. Мяса присутствует, в принципе, немало. Но, конечно, классическое рубленое мясо хинкали, я люблю, что еще, но не похоже. Не по вкусу никак. Ну и тесто тоже. Реально, это какие-то, знаете, гибрид пельменей и хинкали. Ну, все-таки, может, пельмени. Необычные пельмени. Ну, технология, конечно, и все остальное здесь обычная пельмена. Так громко бы хинкали, я бы это не называл. Начинки. Съедобно, нормально, но у кого-то вау вкуса нет. Вау вкуса нет. Ну, в принципе, они сочные, да. Не сильно вроде жирные. Очень ярко, аромат и вкус лука чувствуется. Но он и есть довольно крупный. Крупный лук здесь, не мелкий. Ну, пока я, честно говоря, не впечатлен. Повторюсь. Вкуса мяса не очень. Просто чувствуется не самое качественное мясо и лук. Тесто, ну, неплохо, но, опять же, не хинкальное. Это сочность, но другое. Ну, реально, это как уровень пельменей. Просто необычная форма. Добавлено много соуса. Возможно, картина вукуса. Без соуса просто с перцем их съесть не очень приятно. Знаете, не особо меняется картина после добавления соуса. Пельмени невкусные. Мясо не очень начинка. Завая меч, с вами, наверное, уже пельмени все-таки, ну, вкус лука или свежего мяса. Ну, очень качественно все. Даже соусом. Есть это можно. Довольствия никакого нету. Ну, реально, ну, сколько там? 300 шайб от рубля, это точно не стоит. Я бы не дал более 150 рублей. 120, по-моему, да? Да, вообще, я их не рекомендую, ребят. Это точно не кинкали. Ничего общего с кинкалями здесь нет. Ни мяса, ни теста, ничего. Поверьте, мне очень много кинкали поел и в ресторанах, и в полуфабрикаты. Ну, это не уровень. Как пельмени тоже не очень. Ну, это большие пельмени, в общем-то, и все. Ну, я, в общем-то, готов уже поставить оценку. Реально. Я им ставлю 1 балл из 5. 1 балл из 5. Не рекомендую. Большая цена. На хинкали они не похожи. Мясо не очень свеженькое, не очень качественное. Не знаю, какой-то запашок не очень приятный во вкусе есть. Очень много лук. Лук большой. Тоже, кстати, лук не свежий. Ну, не очень приятно. Лук такой и свеженький, и крупный. Поэтому здесь реально вкус лука, не свежего такого мяса. Тесто ничего. С хинкалем, в общем, ничего не имеют. Большие пельмени среднего, чуть не среднего качества. Поэтому 1 балл из 5. Я крайне не рекомендую. Мне вообще не понравилось. Единица не советую. Вот. А вот это, перед вами, 4 ирландца. Можно их, кстати, взять. Очень хорошие ирландцы. Разный ценовой диапазон. Ну, все примерно одного вкуса. Очень хорошо пьются. Отличный аромат и вкус. Irishman, Powers, Royco и Killbag. Топ. На этом все. Спасибо за внимание. Увидимся в следующем обзоре. До новых встреч. Пока.